Всем привет! Привет! Вы на канале Золотая Рыбка! Всем привет! Мы хотим сегодня рассказать вам про корм, которым мы кормим своих мальков, ну и рыбок тоже. Это декапсулированная артемия. Что же это такое? Это отличный стартовый корм для мальков и очень питательная подкормка для рыбок небольшого размера. Мы покупаем его вот в таких пакетиках, выписываем. Называется артемия декапсулированная. И здесь золотая рыбка. Да, и тут нарисована наша золотая рыбка. Может быть поэтому мы и берем именно вот такой корм. Вот. Значит, что такое? Вот такую артемию декапсулированную получают путем удаления с цист артемии твердой хитиновой оболочки. Чем мне нравится декапсулированная артемия тем, что в отличие от сухих цист артемии, ее не надо инкубировать и она является уже практически готовым кормом. После процесса декапсуляции в корме сохраняются все питательные свойства исходного продукта. Такой корм отлично усваивается и является источником витаминов, незаменимых аминокислот, жирных кислот. И причем энергетическая ценность у такой артемии больше, чем у живой артемии. Но перед тем, как кормить вот таким кормом наших рыбок, мы предпочитаем его чуть-чуть подготавливать. Хотя на упаковке написано, что корм практически готов и можно сразу кормить. Но мои наблюдения привели к тому, что мне показалось, что вот этот корм, контактируя с водой, чуть-чуть разбухает. И я представил себе, что может быть внутри рыбки, что может произойти с рыбкой, когда внутри корм будет ее разбухать. И поэтому я посмотрел, конечно же, видео на эту тему в интернете, почитал статейки и пришел к выводу, что все-таки этот корм надо чуть-чуть подготавливать. Но это легко и просто, и этот процесс мы вам сегодня покажем. Что нам нужно будет для подготовки декапсулированной артемии, для кормления малька и рыбки небольшого размера? Нам нужна будет небольшая тара, но зависимо от того, сколько вы, конечно, хотите сразу подготовить корм. Мы готовим вот, всего лишь, вот такую баночку, маленькую вот такая стеклянная баночка у нас есть. И вот тут остаточек. Давай сейчас засыпай. Засыпаем туда. Можно ли она лежать? Давай. Ну, видно. Тут буквально, наверное, чайную ложечку, даже, может, чуть поменьше. Можно даже чуть добавить. Сейчас мы, наверное, еще чуть-чуть добавим. Или там еще не вся. Итак. Чуть-чуть добавим еще сюда. Вот туда добавим. Давай, давай, добавим. Все, хватит. Тут буквально, наверное, вот, ну, две чайные ложки вот мы сделали. Так нам этого хватит. Это оставим на потом. И заливаем эту артемию горячей водой. Не кипящей, а горячей. Примерно, я думаю, она градусов 60-70. Вода горячая, но не кипяток. Давайте, ассистент, помешайте. И, помешивая, время от времени оставляем его до остывания. То есть, происходит, проходит это минут 15-20. Вот эта смесь остывает. Помешали и оставляем. За время остывания артемия набухнет и будет мягче. Мы еще покажем. Мы еще покажем. Не мешалась. Вот. Вот и осталась у нас вот такая, смотрите, кашеобразная масса. Вот это и есть та самая приготовленная декапсулированная артемия. Вам не видно, да? А вот так, наверное, видно. Вот. Отличный корм. Сейчас покажем вам, как кормим рыбок этим кормом. Ну, как они, с каким удовольствием они его едят. Скажу честно, что малька у меня немного. И инкубирую я артемию живую тоже с ленивым способом. Потом я вам покажу, как я это делаю. То есть, немного. И чередую всегда кормежку малька в декапсулированной артемии. На мой взгляд, малька очень быстро растет, здоровым. И, ну, корм очень хороший. Как-то малька в скалярии я, в принципе, поднимал в первых дней именно декапсулированной артемией. Не было у меня артемии, чтобы инкубировать живую. Я вот поднимал, и мальок отлично поднялся. Вся проблема только в том, что рыба, она же охотник, да? И ей хочется гоняться за своей добычей. А вот эта артемия, конечно, она просто как корм плавает в воде. Вот вы увидите, да? Но, когда включаешь аэрацию или работает фильтр, поток воздушный идет, она плавает по аквариуму как живая. И рыбки с удовольствием ее кушают. Вот давайте сейчас посмотрим, как у нас будут кушать наши рыбки и малек. Кого покормим? Малька Данева, да, наверное? С удовольствием рыбка ест. Видите, да? В принципе, ничего не отличается от живой артемии. Но, как заявляют производители, и сколько я читал, энергетическая ценность с нее даже выше, чем у живой артемии. Вот видите, вот рыбку вот такого размера вполне допустимо кормить декапсулированной артемией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до скорых встреч! Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова